Красоты Алтая проводятся уже в третий раз. По сути, это второй этап Кубка России среди женщин. Безусловный фаворит турнира 20-летняя Виктория Лоскутова, четырехкратная чемпионка Сибири и чемпионка Европы среди девушек. Она уже не единожды выступала на крупных международных соревнованиях, играет в шахматы с первого класса. Безусловно, шахматы влияют вообще на всю твою жизнь, потому что ты играешь, планируешь, у тебя проходит мыслительный процесс, и потом в будущем это тебе помогает выстраивать какие-то планы свои, возможно, выполнять все сроки. К каждому турниру идет своя подготовка, анализ своих партий, возможно, где-то улучшение дебютных расстановок и так далее. Дебют, имеется в виду, это начало партии, то есть то, как мы начинаем партию. Дебютов сейчас очень много, и поэтому нужно быть готовым ко всему. Параллельно с девушками в соседнем зале мужской турнир «Мемориал Василия Лепихина». В обоих спортсмены распределяются по парам путем жеребьевки, а дальше играют по швейцарской системе. Победители с победителями, проигравшие с проигравшими. Так происходит отсев по уровню рейтинга. Победа над равным или более сильным игроком добавляют баллы, проигрыш отнимает. Но если новенькие, то, как правило, от него особо ничего не ждут. Все-таки есть теория вероятности, и, как правило, побеждают те, которые имеют наивысший рейтинг. Ну, так бывает. Но еще раз повторюсь, что все-таки это спорт, и победить может каждый. Наши спортсмены далеко не фавориты, особенно в мужском турнире. Там есть фаворит международный гроссмейстер из Новосибирска Дмитрий Бочаров, экс-чемпион России по Блицу. То есть достаточно такой сильный соперник. Ну и другие соперники из других регионов приехали тоже именитые, титулованные. У женщин, ну, наверное, все-таки у наших девочек побольше шансов побороться за медали. Хотя тоже приехала и чемпионка Сибирского феерального округа Екатерина Убиенных из Красноярска. 90 минут на партию, плюс по 30 секунд на каждый ход. Бороться есть за что. Помимо призов для алтайских спортсменов, где за первое место чемпион получит 8 тысяч рублей, есть и общий призовой фонд – 100 тысяч рублей за победу. Но чтобы вступить в борьбу, требуется внести взносы от 500 рублей до 2,5 тысяч. Скидка спортсменам с высоким рейтингом. Мы сделали для женского турнира исключение. Всех участниц алтайского края мы допустили без взноса. Кризовой фонд формируется на самом деле из двух источников. Первый источник – это Федерация шахмат России, которая выделяет 400 тысяч для мужского турнира и 200 для женского. И обязательный взнос от нашей Федерации – 200 тысяч у нас в мужской турнир и 150 к женскому. Итоги женского и мужского турнира подведут 29 июля. А пока трансляцию сражений можно наблюдать онлайн на сайте Региональной Федерации шахмат. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.